Всем привет! Сегодня 22 февраля 2021 года и мы гуляем в такую прекрасную солнечную погоду по набережной города Мерсин, райончик Мезетли, и двигаться мы будем с запада на восток из Мезетли в сторону Енишехера, в сторону центра города Мерсина. Покажем вам, какие здесь есть пляжи, поэтому смотрите видео до конца. Вдоль набережной везде имеются тренажеры, бесплатные, муниципальные, вон также есть люки канализации, тоже бесплатные, муниципальные. Мы продолжаем наше путешествие, отошли аж на целом где-то 20 метров, на предыдущей точке включения. Смотрите такой песочек, пальмочки, камеры видеонаблюдения и вон там дальше начинается пляж. Посмотрите основная его часть. Пляж здесь действительно есть песчаный. Вы можете это сейчас увидеть на видео. Сейчас, конечно, не сезон, потому что зима, немножечко грязно, но к сезону здесь все будет намного красивее выглядеть, благоустроенно и сюда можно приезжать, отдыхать, загорать, купаться, потому что пляжная полоса довольно широкая и места хватит всем. Кажется, что здесь все располагает для занятий спортом. Можно бегать вдоль моря по этой набережной, а также прямо на песке вы можете найти волейбольные площадки, вот это непосредственно у соли центра, и можно прийти поиграть в волейбол. Ну и, конечно, тренажеры, которые находятся в разных местах вдоль всей набережной, где можно позаниматься спортом прямо на улице и с видом на море. Продолжаем гулять по набережной, это все еще Мезетли. Такая здесь красивая природа, газоны, пальмы. На этих газонах прямо люди сидят, устраивают пикники. Также вдоль набережной вы можете наблюдать скамеечки, где можно посидеть, отдохнуть. И очень много лодок на песке лежат. Видимо, в сезон здесь будут плавать. Мужчина поймал кучу рыбы и взял ашмет, выбросил. И чайки тут же налетели. Смотрите, сколько их. Несколько сот чай. Видится за рыбу. Оттуда мы начали наш маршрут и также продолжаем прогулку. Смотрите, как выглядят дома на первой линии моря. Они в основном постарше, чем дома, которые подальше от моря. Но многие из них остаются в хорошем состоянии. Здесь уже начинаются рестораны, кафе, которые в сезон, когда локдаун закончится, будут работать. Поэтому можно будет сюда приходить и наслаждаться вкусной едой на море. На набережной Мерсина довольно много бездомных кошек. И смотрите, что сделал муниципалитет. Это кормушка для кошек, куда приносят еду. То есть государство заботится о бездомных животных. Вы знаете, что удивительно, это то, что мы уже прошли более километра. И здесь, в Мерсине, на набережных практически нету туалетов, душевых кабин. То есть абсолютно непонятно, как принять даже душ, например, после того, как ты искупался в море. Единственное, что мы нашли, это такие небольшие умывальнички и фонтанчик с питьевой водой. И это все, что было за целый километр. Иногда вдоль набережной вы можете увидеть такие небольшие жилые дома. Территория их полностью просматривается. И вид из окон из-за двора на море. Кстати, обращаю ваше внимание, что сейчас мезет ли данный участок набережной расширили. Посмотрим, что здесь будет с пляжем в сезон. Вот, мы прошли целых 20 метров с предыдущей точки. И вот здесь уже пляжная полоса открывается перед Липарисом первым. Что-то пляж, кажется, после этой велодорожки добавленной стал меньше. Смотрите, ребята, вдоль набережной идут не отели, как в Анталии, а вот такие комплексы. Большие, с огромными бассейнами, территорией. Старенькие, но, смотрите, в хорошем состоянии с виду. Ну, вот реально как выходишь, так сидишь у моря каждый день на собственной территории. И здесь пляжики. Вот так сейчас выглядит набережная Мезетли. Чередуется дорожка для променада, беговая дорожка и велодорожка, которую буквально за две недели сделали, относительно недавно. Пляж еще после того, как сделали велодорожку, не привели в порядок, но надеемся, что в скором времени все будет. Гуляя по набережной в сторону Янишехера, мы нашли еще волейбольную площадку и лодочную станцию. А дальше прямо по набережной мы видим рестораны, кафе и вот эта огороженная территория. Там в сезон выставляют шезлонги. Смотрите, февраль месяц. Собачка живет. Собачья жизнь. Есть такое выражение у нас в языке. Означает что-то плохое. В Турции собачки живут вот так. В лучшем большинство россиян, к сожалению. Смотрите, на берегу есть дурва, ням-ням, мороженое. Такой ресторанчик. В нем, кстати, очень классные туалеты. Пицца 26 лир. Вкус постоянно меняется. Ну, примерно умножайте на 10. То на 9, то на 10, то на 11. Вон такая бухтарелочка. Зак вся. 35 лир. Вот это что-то вредное и невкусное. У них были, как правило, невкусные. 18 лир. Друзья, в Янишехере шикарная набережная, по которой комфортно кататься на велосипедах и скутерах. В месяц и долгое время, к сожалению, с этим была проблема. Потому что вдоль набережной была в основном одна плитка, по которой некомфортно кататься. И вот, наконец-то, всех велолюбителей услышали. И сейчас заливают вот такую вот набережную, специальную полосу для велосипедов и скутеров, по которой мы, наконец-то, сможем ездить с комфортом. Вот смотрите, ребят, приехали вы из России. Лежите такие на пляжике, загораете. У нас захотелось мяска. Могачка же, что делать? Идете здесь, отходите пару метров, берете утку, разделываете, жарите, ням-ням. Вот это сервис. Не захотели утку? Вам птичку, если вы из африканских стран. Вот смотрите, прямо на набережной находятся какие-то сооружения, то ли очистные, то ли водоподготовки, но больше похожие, если честно, на очистные. И мы видим с вами вон, как стекает канализация в море. При этом, смотрите, прямо около этого стока сидит молодая пара, проводит романтический ужин. Ну, в принципе, видимо, это нормально здесь считается, но не для нас. И прямо около этих сооружений такая площадочка для машин. Прямо на машинах сюда подъезжают к морю. Здесь вот можно видеть много лодок. Здесь останавливаются около машин, собираются компаниями, ставят столики и общаются, отдыхают. Отелей вдоль моря здесь очень мало. Нет такого, как в Анталии. Но все же иногда можно встретить. Вот смотрите, например, небольшой отельчик. Буквально двухэтажный всего лишь бассейн. И через дорогу находится море. Правда, пляж у него чуть-чуть сбоку, потому что прямо перед ним как раз-таки находятся эти автомобильные площадки. Да, мы с вами в городе. Это все еще Мезетли. И здесь, прямо вдоль дороги, которая идет вдоль моря, находятся теплицы, где что-то выращивают. Кстати, довольно частое явление в Турции – это встретить апельсиновые плантации. Они также здесь находятся поблизости, но помимо этого вы можете их встретить еще и в жилых районах. Перед нами большая площадка для автомашин, куда машины приезжают, останавливаются. И рядом находится пляжик, где люди рыбачат, ну и, видимо, в сезон купаются. И скоро мы покажем, какие там находятся беседки около этого автокемпинга. Поэтому будет интересно посмотреть. По пути можно найти такую красоту. Сохранились античные колонны. Это Соли Помпеиополис. И здесь также красивая такая променад-дорожка, где вы можете еще увидеть таблички, как раз таки, где можно почитать историю того, что это такое, как это осталось и почему это здесь. А также история Мерсена. Здесь вот также рассказывается про гавань. Русского языка, к сожалению, нет, но есть английский и турецкий. Прямо у этого местечка Соли Помпеиополис вы можете увидеть вот такое чудо природы. Прямо здесь различные птицы. Огромное количество в одном вольере. И это да, это действительно неожиданность, когда гуляете, такое увидеть. Пожалуй, один из самых лучших городских пляжей. Это расположение очень хорошее в том плане, что здесь на берегу рядом ресторанчике. Здесь вам, смотрите, даже душ есть. Ничего себе, здесь душ есть. Интересно, туалет есть. Детская игровая площадка. Беседочки бесплатно. Тренажеры под открытым воздухом. Давайте пройдём, посмотрим. Показываю ближе. Вот, например, одна из беседочек. За ней вы можете видеть детскую площадку. Такая зелёная территория, пальмы. Правда, таблички, то что нельзя делать шашлыки, но иногда люди всё равно нарушают. И прямо с видом на море беседка. Красота. Идём, 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 идём. Мудришка. Лучшие какие-то потопные. Мусы какие-то не совсем красивые. Вот там у Ванечки красивенько сделано. Парк. А мы уже всё ближе к основной набережной. Смотрите, какие милые, уютные домики. У них все этажи выходят на море. Правда, балкончиков, как таковых, нет. И всё просматривается. Но вид, конечно, хороший. И вот продолжается набережная. Совсем скоро мы выйдем на основную набережную в городе Мерсин. И здесь уже пляж пропадает. Смотрите, какие детские площадочки здесь. Прямо на берегу моря. Я думаю, некоторые из вас пожалеют, что определить в России. Среди набережная. Вдоль набережной есть какие-то мотобайки. Прилагают чай, кофе, вкусняшки какие-то. Смотрите, всё для людей. В Екатеринбурге беседки, где-то далеко от воды, сколько денег стоит. Надо бронировать, договариваться. Здесь всё бесплатно от муниципалитета. Муниципалитет гордится этим, подписывает, что это не Зитлер. Муниципалитет. Это всё от государства. Бесплатно для вас, дорогие граждане. Классно же, да? Вон, вроде как голубая агава. Даже текилу можно здесь делать. Вот есть ресторанчики. Они сейчас закрыты из-за ковида. Вроде только на у нас работают. И вон тот ресторанчик очень-очень нам понравился. Сирийский листик. Рекомендую. Вот, показываю один из наших любимых ресторанов. Там никогда не оставят без внимания. К нашему заказу нам принесут ещё салаты, рис, какие-то лепёшки. В общем, всегда дают комплименты. Какие-то приятные подарочки. И очень вкусные шашлыки. Мы ради них туда приезжали целые месяцы, пока не случился локдаун. Рядом тоже рестораны. Посмотрим, как всё будет работать после локдауна. Что будет открыто. Но думаю, что в сезон здесь должно быть довольно атмосферно. И жизнь должна бить ключом. Так, мы всё ближе к центру. И сейчас перед нами открывается потрясающий вид на город. На Мерсин, на центр Мерсина. В Дали вы можете увидеть набережную, а также вот самое высокое здание в Мерсину с правой стороны. Очень красиво. И сейчас мы пойдём смотреть, а как же всё это выглядит ближе. Ребят, смотрите, как классно. Гуляешь по набережной. Здесь фруктики, овощи. И вот нам прежде делают 5 лир всего за стаканчик. Тут же выпечку развозят. Офигенски. Где мы сейчас находимся, тоже довольно интересный райончик. Дома здесь старенькие, новых на море практически нет. Но зато в каждом доме на первых этажах находятся кафе, рестораны, кофейни. И когда сезон, здесь на самом деле кипит жизнь. Потому что всё заполнено людьми, все отдыхают, наслаждаются жизнью. И, кстати, прямо перед нами песчаный пляж. Несмотря на то, что это уже очень близко к основной набережной в городе. В городе развита сеть пальм. Это самокаты, которые можно брать на прокат и оставляют в любой точке города, которая обозначена на карте в мобильном приложении. Вот, например, один из самокатиков. Правда, это детский. Смотрите, как его креативно оставили. И вот такой проволокой они привязываются. Ты зарегистрировался в приложении, разблокировал самокат, поехал кататься по набережной. И где тебе удобно, там его и оставил. А мы с вами уже всё ближе к этому песчаному пляжу. И здесь вдоль всей вот этой части набережной рестораны, кафе, кофе, мороженое. Всё, что хотите, вы можете найти. Показываю вам жизнь этих улиц. Здесь на самом деле, когда нет локдауна, очень атмосферно. Повсюду столики и с видом на море все сидят и наслаждаются жизнью. Вот мы с вами дошли до этого пляжика. Сейчас не сезон, поэтому вы можете увидеть там камни, гальку. Но ближе к сезону здесь в основном песок. Такая арочка от одного из ресторанов, чтобы вы его заметили. Пришли, заказали у них еду. И, кстати, обращаю ваше внимание, то, что вот как мило стоят столики, и люди просто сидят за ними, пьют чай и отдыхают, наслаждаются видом на море и провожают закат. Закаты, кстати, здесь провожают повсеместно. Вот один из ресторанчиков или, возможно, даже бара. Не знаю, сейчас всё закрыто, поэтому не можем знать, что там находится. Но когда локдаун закончится, то нужно будет обязательно здесь всё протестировать. Кстати, обращаю ваше внимание, то, что много таких вот интересных мест, где написана погода, написаны какие-то курсы. Смотрите, как у них всё прозрачно. Муниципалитет отчитывается от того, сколько денег они получили с налогов и сколько денег тратят на сотрудников. Офигенски! Обернёмся назад и посмотрим, откуда же мы начинали наш путь. Конечно, начало пути здесь не видно, потому что набережная идёт зигзагами. Но здесь видно часть района Мезетли. А за моей спиной уже начинается основная набережная города Мерсен. Здесь такое необычное место. Какая-то река вытекает в море. Надеюсь, что это именно река, а не канализационные стоки. И прямо где пальмы вы можете увидеть, там уже идёт основная набережная. Друзья, по обратную сторону этого моста уже начинается основная набережная в городе. И сейчас мы перейдём этот мост и посмотрим, покажем вам, как же выглядит набережная. Насколько она красива и облагоустроена. Вот мы с вами уже перешли этот мостик. И здесь начинается основная набережная в городе. С левой стороны вы можете увидеть баскетбольные площадки. И, кстати, что очень здорово, здесь много развитой инфраструктуры для занятий спортом. Баскетбольные, волейбольные площадки, футбольные поля. Вот, видите, на велосипедах люди катаются. Также на скутерах это очень здорово. И по правую сторону вы можете увидеть такие уютные атмосферные качели. Вы можете на них покачаться и наблюдать, как же красиво море. Смотрите, какая большая уютная зона. Эти качели практически всегда заняты. Очень редко можно дождаться свободную качель, чтобы покататься. Здесь вот такая классная надпись «Мерсин», около которой вы можете сделать потрясающие фотографии. И вот сам город, собственно говоря. Здесь уже, как видите, жизнь кипит. Людей значительно больше. Вот по левую сторону велосипеды на прокат. Можно брать и кататься. Ну и спортивные комплексы. Вы только посмотрите, сколько велосипедов. Здесь можно брать в аренду велосипеды, как я уже говорила. И вот как они выглядят. Даже корзинка есть под воду, либо какие-то покупки. И отдельно велодорожки, конечно же. Продолжаю вам показывать всю эту атмосферу. С левой стороны опять продолжаются спортивные площадки. Там футбольные, теннисные, корты. Это очень здорово, что здесь постоянно люди спортом занимаются. Это вдохновляет и мотивирует на новые свершения. Да, кстати, вот смотрите, пирсы. С них рыбаки каждый день рыбачат. Наверное, что-то ловят. Правда, ни разу не видели, чтобы именно на основной набережной продавали рыбку. Но в Мезетле продают. И вот так красиво выглядит город наш Мерсин, который также называется турецким Майами. Из-за его красивых набережных, пальм и высоких домов около основной набережной города. Вот так вот отдыхать можно на основной набережной города. Здесь еще больше беседок. Они практически продолжаются вдоль всей набережной. И да, если вы придете сюда не в понедельник, как мы сегодня, а в пятницу, то свободную беседку вы вряд ли найдете. Это, конечно, очень здорово, потому что здесь можно сидеть, наслаждаться, пить там чай, кофе, какую-то вкусную еду кушать. И вот у тебя весь город как на ладони. Кстати, смотрите, вот эта дорожка для бега специально с видом на море, конечно же. А велодорожки находятся чуть левее вот той зеленой зоны, которую я вам показала. Но все равно все ездят по пешеходным основным дорожкам на велосипедах и скутерах. Смотрите, какие беговые дорожки в городе. Все очень хорошо продумано. Ну и, конечно же, красиво. Вот фонтаны. Город очень красивый, все очень свеженько выглядит, очень облагоустроенно, облагороженно. Вот фонтанчики, например, а там вдали вы море можете увидеть. В Турции даже в городе природа красивая. Смотрите, какое буйство зелени, при том, что сейчас зима. Такая античная арка сохранилась в идеальном состоянии, очень красивая. И по обе стороны от нее вы можете увидеть, что остались только колонны. Здесь уже сам город. Кстати, по обратную сторону от меня находится море. А вот здесь, с этой стороны зеленой зоны, как раз-таки находятся дорожки для велосипедистов. И что здорово, это то, что вдоль моря проходит набережная. То есть, когда вы едете на автомобиле, вы получаете огромное удовольствие от езды за рулем и наслаждаетесь видом на море. Вот тут сама основная набережная города. Довольно широкая, просторная. И это очень здорово. Обращаю, кстати, ваше внимание, что здесь уже в песчаных пляжах, как были в Мейзотлине, но встречаются иногда небольшие кусочки пляжей. Поехали. Ваше внимание. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok